Что вы думаете о Тенниш Вильямсе? Сейчас скажу, Тенниш Вильямс, величайший американский драматур после Юджина Унила, Юджин Унил, по-моему, не превзойден, именно потому, что Юджин Унил более музыкален и его развитие пьесы достигает таких эмоциональных взлетов, иррациональных, ну, как «Любовь под вязами», «Луна для пасынков судьбы», «Волосатая обезьяна». А говорят, что лучшая пьеса всё-таки вот «Посмертный печатный долгий тень уходит в ночь», её я не могу сказать, что так понимаю. Но «Любовь под вязами» – это абсолютно гениальная пьеса. И, конечно, «Луна для пасынков судьбы». Всё-таки, вообще, у него, по-моему, было всё 23 пьеса, если я ничего не путаю, может, под 30, там, включая наброски. Юджин Унил, мне кажется, действительно величайший. Вот благодаря Юджину Унилу существует американская драматургия. Драматургия великих страстей простых людей. Простых и внутренне чрезвычайно сложных. Трагедия фермеров, ковбоев, людей, которые осваивают огромные, великие пространства. И эти пространства навевают им, внушают им великие страсти. Эти великие страсти их разрывают, потому что люди к этому не готовы. Страна, которая делает людей великими, потому что, если не быть великими, ты здесь погибнешь просто. Что касается Уильямса, он, конечно, более нервный гораздо, более истеричный. И герои его истеричны абсолютно. Но, понимаете, вот почему его нельзя не любить. Он наделён какой-то пронзительной жалостью к изгоям, к людям, которые одиноки, которые из жизни выброшены, как бланш в трава и желание, как героиня кошки на раскалённой крыше, как татуированная роза. Он очень наделён очень американской жалостью к аутсайдерам. Америка такая страна, где люди быстро бегут, но не все умеют быстро бегать. Понимаете, поэтому возникает по неволе проблема отставших, проблема аутсайдеров. Но вот Чикаго – это город, породивший не только великую литературу, а и великую бизнес-культуру, и совершенно особый темп жизни. И не только Карла Сэндберга, например, пластинку, которую я тут недавно прикупил в магазине виниловом. Но для меня Чикаго – это, конечно, город Генри Дарджера, такого абсолютного аутсайдера, который из своего аутсайдерства сумел сделать великий миф. Он, наверное, был душевно больной всё-таки, но при этом он был великий, ничего не поделаешь. Америка – это, да, это культура и отставших, и аутсайдеров, и выпавших из бешеного, увлекательного, динамичного процесса жизни. И вот Уильямис, он вечный сострадалец, вечный плакиватель этих аутсайдеров. Аутсайдером становится старик, как принцесса Космонополис, сладкоголосый птиц юности. Аутсайдером становится вот эта несчастная училка, бланш. Ковальский тоже аутсайдер, не надо думать, что ему легче. Стэн Ковальский. Иными словами, Уильямис – это главный защитник и апологет одиноких истеричек и истериков. И в этом плане он, конечно, упоет на дроботок. Я понимаю, что найдётся человек, который скажет, что это поверхностный взгляд. Ну, предложите не поверхностный. Я ещё очень люблю у него такую пьесу «Каминореаль», где появляются там Шелли, Байрон, где, ну, как бы действие разворачивается вне истории такой. А, не знаю, он не просто так пребывал в хронической депрессии, ведь дело в том, что в Америке сценический успех – это вещь непрогнозируемая, непредсказуемая, это самый чистый эксперимент. У Уильямиса в «Успех» имели, ну, шесть пьес из, там, 20-25. Редкий драматург напишет больше 25 классов. Шекспир – не исключение. Это же, понимаете, не, можно быть таким бесконечным драмоделом, но вряд ли это кого-то заинтересует. Мне представляется, что Уильямис очень зависел, как любой драматург, но у него это просто была мания, зависело от сценического успеха. А американский сценический успех – это вещь, которая не так, никаким образом не зависит от качества текста. Складывается, ну, то есть, вернее, разумеется, процент на 50 зависит. Но другие 50 – это неисчитываемые обстоятельства. Поэтому, кстати, огромное количество американских литераторов реально сошло с ума на том, что первая книга имела успех, а вторая была лучше, но не имела никакого. Ну, вот, кстати, у Броттига она та же история. А книга может… Ну, в Америке есть три варианта литературной судьбы. Первая книга имеет успех, становится бестселлером, имеет успех у критики и читателя, является безусловным чемпионом, ну, пожалуйста, «Инкулблад», или «Убить пересмешника», или, там, я не знаю, «Мартовский иды», ещё и «Пульсовский племен». Она, как правило, увенчивает такие тексты. Второе. Книгу никто не понял, но она стала культовой. Она не рассчитана на массовый успех, но она стала утешением нескольких таких вот фриков. Ну, арбузом, сахаром, броттиганом. Ну, наверное, кстати говоря, и «Заговор» и «Остолопов» Кензи Тула. А есть третий, когда книга вообще прекрасная, но при этом канула в никуда. Хорошо, если ей повезло, как, значит, у Ильямовскому Стоунеру, что его прочли там 20 лет спустя, если говоришь, а где мы были. Но гораздо чаще это просто падает в никуда. Скажем, я вот, например, считаю, что абсолютно гениальная книга Рейтсова-Всеньча «Обменные курсы» Малкольма Брэдбери. Ну и кто её знает? Её знают там пять человек, хотя она имела определённый успех в профессорской среде, её считают университетским романом, хотя на самом деле она политический роман, конечно. Или как Элисон Луриа, которая написала замечательную, я просто с её мужем дружу, вдовцом дружу по Корнеллу, и тоже, кстати, мало кто знает его романы Хауэра, прекрасные романы. А просто, понимаете, это я случайно прочёл в своё время волчий билет, потому что готовил доклад об американской школьной литературе. Но, кстати, вот Роман Элисон Дурия «Внутренние дела» – это единственная книга её, которая прославилась, а у неё остальные ничуть не хуже. Но это сочетание огромного количества случайных факторов успеха, неуспеха. А иногда лицо твоё кому-то не нравится, а иногда в эпохе какое-то странное дуновение приходит и возносит книгу на гребень. А просто это так всегда бывает с литературным успехом, но в Америке это более многофакторно, потому что более сложная книжная индустрия, пиаровская индустрия. И поэтому вот с Уильямсом, понимаете, пьеса Уильямса более или менее одинакового качества. Но почему-то трамвай желания имел не человеческий успех, а, скажется, птица юности не имела этого успеха, а стеклянный зверинец имел, а кошка не имела, и там или что-то ещё не имел. А иногда бывали провалы прекрасно отрепетированных, прекрасно сыгранных, глубоко продуманных вещей. И тот же Каменореал, по-моему, даже и поставлен не был никогда. То есть я это к тому, что именно в Штатах фактор литературного успеха это вещь, которой не надо придавать значение. Но не придавать его нельзя, поэтому огромное количество американских литераторов, вот там, где существует мания, культ успеха, они просто сходят с ума. Это нормально, но печально, чрезвычайно.